Доброе утро Не сломиться под вот этой волной неурядиц, скажем так Давайте поговорим об этом сегодня Жизненные неурядицы случаются в жизни каждого человека Они могут быть разные по интенсивности Это могут быть какие-то несостоявшиеся планы Это могут быть какие-то потери И в любом случае у человека в этот момент внутреннее состояние очень сложное Это характеризуется тем, что пропадает интерес Сужается внимание, может пропадать активность, может пропадать аппетит, сон И в таком случае человеку очень-очень нужна поддержка Но вот поддержка, не все обращаются за поддержкой Есть такие люди, которые я лучше в себе Я сам там себе тихонечко как-то лучше где-то поплачу, переживу Есть какие-то правила самопомощи Ведь правда не каждый человек обратится к кому-либо за помощью Вот как быть в этой ситуации Знаете, у работников МЧС есть хорошее правило Дыши, смотри, ноги Сокращенно оно называется И переводится это в следующем образом Что очень важно, если говорить о самопомощи Все-таки уделить внимание себе Вспоминать о своем теле, дышать Вспоминать о заботе о себе Вовремя плодоваться спать Достаточно отдыхать Вовремя питаться Замечать, смотри, да Замечать то, что находится вокруг Замечать, буквально вот выносить себя Напоминать себе о том, что есть еще мир вокруг Другие люди вокруг Вот И это та забота, которая необходима для того, чтобы вернуть себя в реальность Потому что когда случается жизненная невзгода Человек виртуально переносится туда И он живет как будто бы в событии Да, вот постоянно думает об этом, правда ли? Да, он находится там Да, вот в этой вот внутренней реальности В психической, психологической Вот И для того, чтобы выйти из нее Вот очень важно все-таки Вот это ощущение реальности И вот в самой реальности как раз-таки Возможно поддержка Вот это вот ощущение земли под ногами Да, оно и дает возможность Обнаружить, что есть другие люди На которых можно опираться Есть другие люди, которые замечают и могут поддержать словом, делом Просто тем, чтобы побыть рядом Но к этому же еще как-то прийти нужно Вот некоторые настолько поглыбляются в эту неприятную невзгоду Что не замечают эту реальность То есть что нужно знать о себе, чтобы было легче Чтобы как-то выйти из этой ситуации Потому что люди иногда и годами выходят из этого всего Вот я знаю такое Вот как эту реальность еще есть? Во-первых, важно для себя отдавать отчет в том, что происходит со мной Важно честно говорить о себе В каких чувствах я нахожусь Да, что на данный момент больно, обидно, горько, слезно Не бояться признавать эти чувства Что возможно ненависть Возможно злость Возможно раздражение То есть это опять-таки та реальность, но внутренняя Которая дает точку опоры Когда человек честно говорит себе о том, что с ним происходит Он возвращает себя в эту реальность Замечать переживания, которые отражаются на уровне тела В ощущениях То есть как тело реагирует Это тоже возвращает в реальность То есть обращать внимание на все вот эти нюансы Да, да, да Скажите, а правда, что вот Смоделируем, да? Жизненная неурядица Человек живет с этим, живет, жалеет, жалеет себя И как-то так выходит из реальности, что ему потом комфортно И он не хочет выходить Он себя вечно жалеет, жалеет, жалеет То есть это правда, вот бывает такое, такие ситуации или нет Более того, это называется комплексом страдальца Да Когда человек настолько глубоко погружается внутрь себя Настолько вот находит вторичные выгоды в своем состоянии Что, ну вот, предпочитает быть в этом страдании длительное время И здесь тоже очень важное правило Которое состоит в том, что да, нужно признать реальность Признать свои переживания Дать им место Дать им возможность пройти, прожить Вот И потом все-таки возвращаться в реальность внешнюю Да, выходить и замечать другие какие-то аспекты жизни Ставить цели, намерения Почему это важно? Потому что если человек остается в страдании Он живет прошлым временем Он не находится в настоящем Он теряет ресурс Да Он теряет, ну, можно даже сказать, что возраст теряет Потому что человек, который живет прошлыми переживаниями, он стареет Самое главное время теряет, да, такое драгоценное И теряет время настоящее, да Время настоящее, в котором-то и возможно Радость, в котором возможно что-то другое Другой опыт Более счастливый, более радостный Я поняла, то есть не надо вот этих страданий Выходить нужно из этого Вот они нужны, вот им нужно дать место Место Да, им нужно дать место Эту боль важно прожить Важно ее не замалчивать самому человеку для себя Но, опять-таки, место и время То есть вовремя из этого нужно выйти Да А вот есть такие люди, которые вот что-то случилось, я виноват И вот этим себя мучают А кто-то наоборот, я не виноват, виноваты все остальные Что со мной это происходит Как разбираться в этой ситуации? Как быть в этой ситуации? У нас две крайности Когда виноваты С крайностью крайность, правильно? Да, виноваты либо я всегда во всем Виноваты все другие, кроме меня во всем А я всегда прав, да? Да И вот здесь важно действительно проводить четкий баланс Потому что существуют события И обычно в событии взаимодействует несколько человек Так вот, ответственность и вина – это разное понятие Ответственность предполагает то, что да, я стала причиной Возникновения вот этой ситуации А вина, она говорит, что ты виновата И она не влечет за собой действия Вина просто-напросто погружает вот в это страдание еще больше И очень часто, ну процентов 90 случаев Человек винит себя для того, чтобы не брать ответственность на себя Не признавать вот эту долю своего участия Так вот, как разделить? Вот действие другого человека – это его ответственность Моя реакция на это – это моя ответственность То есть пусть он отвечает за свою вину, а я как-то за свою И обычно в ситуации, ну скажем так Ну если брать парную ситуацию, если брать семейную ситуацию То это 50 на 50 Если это дружеское общение, коллегиальное общение То в зависимости от контекста Может быть по-разному Но в любом случае доля участия, доля ответственности двух людей Она вот в этих пределах приблизительно равных находится То есть чем-то я провоцирую или чем-то создаю Ну или же в любом случае я отвечаю за свою реакцию Пусть он много раз не прав, но я отвечаю за то, как я реагирую на это То есть вот этот баланс 50 на 50 его нужно понять Нельзя говорить, что я всем виноват, все я беру вину на себя Кто-то тоже виноват, например, да На работе, в коллективе 50 на 50, правильно, да? Да, и важно здесь скорее всего, что не винить, а брать ответственность Ответственность Да, и это важно делать не в первые минуты, когда случается какая-то неприятность А чуть попозже Потому что если сразу начинать разбор полетов, так называемый По-горячему, да? По-горячему То это не даст возможности прожить свои болезненные переживания И уйти этим переживанием Вот, все-таки прожить переживания Немножечко вернуться в себя, в свою внутреннюю реальность Получить внутреннюю устойчивость И тогда уже вот разбираться, почему так случилось Вот в контексте такой вопрос, иногда вот спрашиваешь, как дела? И тебе отвечают, держусь из последних сил Вот столько проблем, навалилось, жизненные ситуации Как? Как быть в этом? Как держаться из этих сил? И стоит ли вообще это делать? Помогите нам в этом случае Знаете, вот здесь неоднозначный ответ, потому что и да, и нет Почему нет? Почему это вредно? Потому что иногда, когда человек держится Он перекрывает доступ к болезненным переживаниям И тогда эти переживания становятся основой психосоматических заболеваний Иногда это нужно Но лишь в том случае, если человек для себя признает Что да, мне больно, да, мне обидно Да, в данный момент внутри много переживаний Но я держусь во внешнем мире, да, для каких-то целей То есть когда это осознанно держусь Когда это неосознанно, когда человек просто подавляет в себе что-то То тогда это, ну скажем так, это эффект пружины Которую сжимают, сжимают, сжимают И она в какой-то момент, она в любом случае Рано или поздно она выстрелит То ли это будет срывом Да, вот я держусь, держусь, а потом срываюсь Это правда, очень часто срываются Да, вот это просто как вулкан какой-то Вот в большинстве случаев так происходит Я поняла, спасибо большое Давайте подрезюмируем наш разговор Вот жизненная неурядица, как их пережить Первое, это что? Не выходить из реальности, да? Первое, это признать Признать Честно самой для себя Те чувства и переживания, в которые я попадаю В соответствии с ситуацией Признать, дать им место То есть прожить Ну иногда это важно проговорить с кем-то Иногда это, если нет такой возможности То техника самопомощи прописать Прорисовать Для того, чтобы дать им выход Для того, чтобы это не оставалось внутри В душе Таким вот, как говорят, камень на душе Камень на сердце К сожалению, вот это непрожитое, непроговоренное Иногда действительно может оставаться Реальным соматическим камнем Вот, это первое Второе Когда эмоциональный накал спадает Тогда важно все-таки понять для себя Что да, я ответственна за реакцию Иногда я ответственна за действия Если таковые действия мои были Иногда я ответственна за реакцию И разделить эту ответственность с другим человеком Это могут быть события Это может быть какое-то внешнее событие И я просто ответственна за реакцию на это Я поняла Спасибо вам огромное Спасибо, что вы так детально объяснили Пояснили Прислухайтеся до порад психолога-психотерапевта Склана Іваненко Була у нас в гостях Обовязково ще будем проговорювати Обговорювати в наших прямых эфирах Різноманітні життєві ситуації Сьогодні поговорили про те, як виходити Із неуспішних таких моментів Я думаю, що ви занотували, запам'ятали І обовязково ви пробуйте на собі Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!